как всегда новый день встречаем вместе эта программа утренний фреш и я ее ведущий александр лупиненко в этом выпуске расскажу какие фильмы передачи предлагая зрителям телеканал беларусь 4 гомель на новую рабочую неделю а также поведаю о некоторых культурных событиях нашего города традиционно для начала немного о погоде в первый рабочий день на этой неделе на территории гомельской области прогнозируется сплошная облачность возможной осадки температура воздуха составит 16 градусов тепла ветер северо-западного направления скоростью до 7 метров в секунду каждый понедельник в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы диалог открытый разговор помогает решить многие волнующие проблемы сегодня в студии с ведущим специалистом гомельской областной организации а свод сергеем костюченко речь пойдет о том как обеспечивается безопасность на водоемах области включайте телеканал беларусь 4 гомель сегодня в 19 20 номер телефона прямого эфира 34 00 43 присоединяйтесь к беседе тело человека познавательная передача о вопросах здоровья статистика говорит что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости а количество тех кто занимается самолечением и самодиагностикой и вовсе сложно посчитать в итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране но и на ее качество первый шаг на пути к изменению такой ситуации профилактика на этой направлена программа тела человека в ближайшем выпуске передачи речь пойдет о лор заболеваниях включайте телеканал беларусь 4 гомель 14 июля в 19 30 вот уже который месяц мир в войне с коронавирусом за это время накопилось немало вопросов без ответов однако понятно одно для эффективного движения к победе одних стараний медицины мало каждому нужно начинать себя как изменился наш образ жизни и каких правил нужно придерживаться во время пандемии об этом и не только выпуски и ток-шоу главная тема включайте телеканал беларусь 4 гомель 15 июля в 19 20 16 июля в эфир телеканала беларусь 4 гомель выйдет очередной выпуск программы бизнес план ее создатели как обычно знакомят телезрителей с неординарными жителями региона которые смогли превратить свое хобби в источник дохода в четверг речь пойдет о бизнесе в сфере дизайна интерьера как стать дизайнером с какими сложностями можно столкнуться в этой профессии и что общего у дизайнера интерьера и психолога все это в истории очень творческой и предприимчивой анны карпенко включайте наш телеканал 16 июля в 19 15 в выпусках передачи земля наша творческая группа знакомы зрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона сельскохозяйственная и социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев работников местных хозяйств и сфер услуг сельских учителей и школьников участников творческих коллективов и ремесленников каждый герой яркая неординарная личность со своей уникальной жизненной историей включайте телеканал беларусь 4 гомель 16 июля в 19 30 программа добрый вечер гомель это разговор на актуальные темы рассказ о ярких событиях и жизни гомеля и гомельской области интересные гости в студии и известные ведущие телерадио компании гомель подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе вконтакте включайте телеканал беларусь 4 гомель со вторника по пятницу в 20 25 это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана пишите к нам в вайбер делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах сериал оса особая следственная аналитика это остросюжетный сериала создателей знаменитого следа он рассказывает еще об одной специальной группе которая расследует необычное преступление эксперты осы берутся за дело когда кажется что преступники не оставили за собой следа традиционные следственные методы только тянут время оса создана именно для таких случаев в каждой серии эксперты распутывают преступления показывая зрителям всю цепочку своих действий включайте наш телеканал по будням 18 25 далее об актуальных культурных событиях гомеля в библиотеке имени герцена открыта выставка творческих работ сотрудников гомельских библиотек в экспозиции под названием мы талантливы около 150 работ это предметы интерьера игрушки самые разные открытки картины и многое другое посетить выставку можно до 30 июля вход свободный в гомеле открылась выставка коллекционера жанны малышенко ретро проект олимпиада 80 взгляд через 40 лет представлен в картинной галереи гаврила ващенко он возвращает в москву 1980 года окунает в атмосферу летних олимпийских игр на выставке самые разные вещи хранящие отображение того знаменитого события среди них календарей открытки игрушки и сувениры одежда и аксессуары окунуться 80 поможет и импровизированный уголок советской квартиры в нем можно присесть в старое кресло полистать журналы за 80 год а дети смогут поиграть в настольные спортивные игры ссср а также попрощаться с олимпийским мишей который готовится к полету на воздушных шарах для жителей и гостей областного центра открылась выставка живописных работ краевиды родного полеся автор художник михаил прянишников вниманию посетителей картинной галереи ващенко он представил работы созданные вперед середины 90-х до 2020 года выставка проведет зрители по городам и селам и лугам белорусского полесье расскажет о быте живущих там людей большинство полотен написано в лучших классических традициях реалистической живописи познакомиться с ними можно до конца августа задолго до появления людей на нашей планете жили динозавры они властвовали почти 150 миллионов лет а сегодня мы встречаем этих животных в кино и мультфильмах компьютерных играх и книгах наверняка в детстве многие из нас мечтали своими глазами увидеть этих доисторических существ и теперь у гомельчан есть возможность осуществить детские фантазии и перенестись на миллионы лет назад в интерактивной экспозиции на открытой площадке перед зданием зимнего сада стоят фигуры динозавров они моргают двигаются дышат и даже издают звуки так что спешите окунуться в этот загадочный мир если динозавры хорошо знакомы всем то а первобытных членистоногих такого сказать нельзя во дворце румянцевых и паскевичей работает выставка под названием гигантские насекомые членистоногие наши неизбежные соседи в любом уголке мира поэтому изучить их историю должно быть увлекательно и сделать это можно на выставке гигантские насекомые хитиновые монстры палеозойской эры ждут вас выставочном зале дворца не пропустите 16 июля в гомеле откроется выставка два мира две страны автор станислав янчарский фотографии которые в этот раз увидят гомельчане сделаны во время путешествий в иран и мьянму в 2019 году автор выставки много путешествует по нашей планете побывал в 48 странах мира причем многие из этих поездок организованные фото туры их результаты фотограф предлагает на выставках белоруссии за ее пределами участием фото конкурсах и в издаваемых книгах для автора важна реальная история о людях и событиях которую он рассказывает через объектив своего фотоаппарата так что не пропустите как всегда новый день с вами встречали утренний фреш и я александр лупиненко новая рабочая неделя в самом начале пусть она пройдет легко и спокойно и